У Шахматной Олимпиады недаром, наверное, еще до войны Шахматную Всемирную Олимпиаду назвали турниром нации. Это действительно праздник для всех, где могут участвовать не только сильнейшие, но и из таких стран, как Сантомий Принсип и Бурунди. Вот я сейчас беседовал с шахматистами, они очень с большой радостью приезжают. Это фестиваль встретиться, посмотреть на именитых гроссмейстеров, таких как Володя Крамник, Нагату Камского, когда вот рядом во время Игария Каспарова, Анатолий Евгеньевич Карпов играл. Ну, походить вот рядом, и Фишер, все ведущие шахматисты, все чемпионы, чемпионки мира играли. И для меня, как для президента ФИД, это действительно праздник, то есть когда раз в два года мы встречаемся, то есть те страны, которые где-то вот шахматы только начинали зарождаться, вот сейчас они приезжают, и уже где-то с радостью, с удовольствием говорят, что вот у них уже больше стало играть в шахматы. Если тогда двое-трое приезжало, то сейчас уже целая команда приезжает. В 1994 году, тогда я как спонсор принимал участие, вы помните, в гостинице «Космос» проходила всемирная шахматная олимпиада. Ну, а как президент ФИД с 1995 года, это девятая олимпиада, и я помню, 96-й год в Армении, буквально за несколько дней до открытия всемирной шахматной олимпиады в город вошли танки, и первый день страна была расколота, вы знаете, оппозиция выступала, вооруженные силы были введены, и многие шахматисты подходили ко мне, будет олимпиада, не будет олимпиада, в очень сложных условиях. И в 1998 году, когда вылез те, после подписанного указа президента Российской Федерации, после постановления правительства, которое тогда подписал Виктор Степан Черномырдин, на олимпиаду, на подготовку и проведение олимпиады должно было быть выделено 9 миллионов 200 тысяч долларов, но деньги так и не были выделены, и нам пришлось тогда в республике Калмыкия, и мне как президенту ФИД, тоже в сложных условиях, но тем не менее, построили шахматный город, шахматную деревню, провели олимпиаду, ну и следующие олимпиады все легче и легче, и если в 90-х годах тогда не было желающих на проведение всемирной шахматной олимпиады, то, например, мы помним, как выиграл Ханты-Мансийск на Генеральной Ассамблее ФИД, на президентских советах 8 стран подали заявки на проведение всемирной шахматной олимпиады 2010 года, и только с третьего раза Россия, город Ханты-Мансийск с разницей 4 голоса победил. Вот сейчас вот на олимпиаду 2016 год тоже три страны подали заявки, и я думаю, что шахматы действительно стали все более популярнее, а шахматная олимпиада это как бы апофеоз двухлетней работы ФИД и национальных шахматных федераций, и всех тех, кто любит шахматы. «Тот выиграет, кому повезет». Ну, я посмотрел на сборную Азербайджана, Армении, России, более-менее сбалансирую, но олимпиада есть, олимпиада, поэтому можем ждать неожиданностей каких-то. Ну, как говорят философы, что такое случайность, случайность есть скрытая закономерность. Значит, выиграет тот, кому повезет. Я сам, когда в школе-институте учился, был капитаном команды по шахматам. Тут зависит не от среднего даже рейтинга, а от командного духа. Если есть дружеская атмосфера, если есть желание именно на победу, если есть поддержка и взаимопонимание и тренеров, и самих участников, то победа и успех гарантированы. Только от командного духа. Именно на олимпиадах, на таких, на олимпийских играх проявляется командный дух. Надо отдать должное о линиях от языча, нужно отдать должное и министру спорта, и молодежи, которые сконцентрировались и выступили как одна команда. И поэтому те условия, которые они обещали, членам, участникам Генеральной Ассамблеи Конгресса ФИД, это выдержано. Во-первых, чтобы турнирный зал не находился далеко от места проживания. Второе, чтобы турнирный зал внутри и места для работы журналистов и для гостей было достаточно. И третье, чтобы было полное взаимопонимание между ФИД, Национальной Федерацией и Организационным Комитетом. Это мы достигли именно перед началом этой олимпиады. Мы считаем, что здесь уже рекордное число, 158, а команды прибывают. Сегодня еще вечером несколько команд прибудут и завтра. То есть Стамбульская Олимпиада, она уже побила рекорд по участию стран в этой олимпиаде.